Троллейбусы и трамваи в Харькове уже обесточивали в конце августа. Сегодня в Облэнерго вновь заговорили об отключении тяговых подстанций горэлектротранссервиса. На 1 сентября долг предприятия за электричество составил 42,5 миллиона гривен, а общая задолженность совместно с Харьковводоканалом и ХТС – 784 миллиона. С начала сентября, говорят в Облэнерго, запотреблённое коммунальными предприятиями электричество в энергорынок платят свои деньги. В Облэнерго должно оставаться определённая фиксированная национальная комиссия часть средств для осуществления своей текущей деятельности и для развития. Любая недоплата в энергорынок приводит к полному обнулению счетов Облэнерго и все средства, которые мы получаем, автоматически, подчёркиваю, автоматически, принудительно уходят в энергорынок. У компании уже сейчас нет денег на хозяйственную деятельность, говорят в Облэнерго. По итогам месяца прошлого у нас компания недоплатила в рынок 42 миллиона. И это только начало. Нет денег на ремонты, нет денег на модернизацию, нет денег на горячие смазочные материалы, то есть не смогут выехать оперативные бригады, восстановить аварии. В мэрии говорят, что информации о возможном отключении удивлены. Заявляют, что ранее с компанией была достигнута договорённость погашать долг поэтапно. Также в Горсовете стоят на своём. Горэлектротранссервис не может заплатить всю сумму, так как государство не выделяет денег на компенсацию проезда льготников. Речь о 400-4 миллионах гривен. Ежедневно проходят оплаты, поэтому мы со своей стороны все договорённости, которые были достигнуты, мы выполняем. Я думаю, что мы ещё раз должны встретиться, ещё раз должны договориться о том, что не должно происходить отключение Горэлектротранспорта. Без третьей стороны в лице правительства, в лице государства какое-то решение именно по покрытию задолженности найти невозможно. Анонсируемое отключение Горэлектротранспорта в мэрии называют незаконным, ссылаясь на то, что часть троллейбусов и трамваев курсируют круглосуточно, а обесточить транспортные предприятия можно только в период, когда они не работают. Мы обратились во все и правоохранительные органы, и прокуратуры, и службы безопасности. Если ситуация урегулирована не будет, в Облэнерго строят пессимистичный прогноз для населения уже на конец осени. Не выполняя договорные обязательности сейчас, мы уже в ноябре сталкиваемся с тем, что у компании будет ограничен лимит по потреблению и по мощности. Это приводит к тому, что вынуждены будем вводить ограничения отключения и так называемые общеизвестные верные отключения.